Взять говорит тёще. Мама, а вы в шахматы играть умеете? Если бы умела, то не отдала бы королеву за коня. Один пожилой дед спрашивает у другого. Михалыч, как прошло твое свидание? Ой, и не спрашивай. Она засмеялась, я засмеялся. Потом всю ночь в траве зубы искали. Одна соседка поздравляет другую. С днём рождения, Светка. Пусть все твои проблемы будут такие же мелкие, как твои титьки. Спасибо. Моя благодарность такая же огромная, как твоя жопа. Муж говорит жене. Ты представляешь, учёные выяснили, что мужчина произносит за день четыре тысячи слов, а женщина восемь тысяч. Жена кричит из кухни. Это потому, что вам всё по два раза повторять надо. Что? Встречаются две подруги. Одна другую спрашивает. Ну как ты поживаешь? Да не очень хорошо. А в чём дело? Муж импотент. Это ерунда. Мой трижды импотент. Это как? Раньше был просто импотент, а на прошлой неделе с лестницы упал. Так все пальцы поломал и язык прикусил. Отец приехал из командировки и говорит Вовочке. Вова, мы сейчас с мамой пойдём в ванную, а ты нас не беспокой. Поиграй в комнате. Вовочка услышал стоны и решил за ними подглядеть. Вова, я же сказал, будь в комнате. А конфетку? Какую ещё конфетку? Ну, сосед дядя Лёша, когда в ванную с мамой заходит, он всегда мне конфетку даёт. Вовочка услышал стоны и решил за ними подглядеть. Продолжение следует...